Вы когда-нибудь готовили вместе с евреями форшмак? Жарили с армянами шашлык? Или мололи толкан с кумандинцами? Если нет, то скоро мы это исправим. На телеканале Толк официально стартовал проект «Все к столу». В этой передаче наша съемочная группа будет знакомить вас с разными народами, которые проживают в Алтайском крае. И вместе с ними готовить национальные блюда. Ведь кухня – лучший инструмент для понимания народа. В этот раз мы отправились к кумандинцам. Сегодня нам очень повезло. Мы попали на один из главных праздников кумандинцев – Качикан. Кстати, изначально это был чисто мужской праздник с эротическим подтекстом. Девушек и женщин перед этим мероприятием прятали. А все почему? Даже если замужняя девушка приходила на праздник, ее могли женить на себе без ее воли. Так что, кто его знает? Проект «Все к столу» реализуется с использованием гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Наш регион – один из самых многонациональных в России. В крае проживают представители более 140 национальностей. Хорошо ли мы их знаем? Как им удалось сохранить свои традиции, язык? Когда я сюда переехал в 72-м году, нас вообще не признавали. Мы нигде не числились. Раньше же писали как? И алтайцев, и кумандинцев всякое разное. Благо, вот мама с папой меня записали кумандинцам. Я горжусь этим, что я коренной. Да, кстати, Шукшин, да? Вот кумандинцы Шукша в переводе на русский означает смешанный брак переселенцев с коренными жителями. И вот вышла фамилия Шукшин. Сто лет назад также говорили, что кумандинцы умирающие, и что их очень мало. Но прошло сто лет, кумандинцы есть. Пока живы традиции, язык, народ будет жить. В новом выпуске, который вы уже можете посмотреть в эфире и на всех наших площадках, мы приготовим кашу и чай из толкана. Это традиционное блюдо кумандинцев. Расскажем, почему кумандинцы называют себя люди-лебеди, и кто на самом деле этот дух – качекан. Ирина Корчагина, День с толком. Ирина Корчагина, День с толком.